Добрый день! Скажите, пожалуйста, вам нравится летом быть в деревне? Нравится! Да чё, Лучка, всё хорошо отдыхать в утро! Понятно! Это щука! Щука! Ничего себе! Класс! И Туришка, запусти эту щуку в банку! Ну, щука вкусная рыба! Ой! А чё? Представляешь, деда какую поймал! Ничего себе! Тихо! Дань, тихо! А прихожай! Да, протрёшь до дырок! Я один раз в Хорицкое приехал, съел! Раскинул, а она, говорит, отвези меня назад! А чё, где ты? Ты чё будешь съесть? Сегодня я хочу в этом видео показать вам нашу природу! Вот так цветёт земляника! В полях, в дикой природе, которую никто никогда не сажал, не обрабатывал, ничем не поливал! И это видео я хочу показать тем, кто, возможно, живёт не в центральной чернозёмной части России, где живём мы, а где-то в другой природной зоне. И, возможно, будет интересно посмотреть, как вот вдалеке видно цветёт шиповник, какое разнотравье, как всё у нас зелёненькая, красивая, сочная трава, и много прудов, чистотела. И растёт даже малина местами. Вот такие различные мы их называем петушки. И когда их собираешь от корня к соцветию, то если будет хохолок, то петушок. Если все хохолки будут одинаковые, то курочка. И после того, как мы побывали на пруду, у нас там дедушка рыбачил, поймал большую щуку, мы отправились на родник. Мы уже как-то снимали об этом видео, и мы часто туда ездим в летний период. Там бьёт бесподобно вкусная вода родниковая, ключевая из Меловой горы. И когда брали её на анализ, она оказалась там просто с потрясающим составом. И чтобы добраться до этого родника, мы проезжаем хутор, который называется, по-моему, Сердюки. Это уже заброшенное такое место. И некоторые дома совсем заброшены, заколоченные ставни. Есть просто настолько заросли, что даже уже не видно, что там где-то в серединке был дом. А где-то ещё приезжают дачники, возможно, какие-то ещё старожилы живут. Вот видите, какие сиреневые там цветочки. Ну, ведь всё заросло, и одни крыши торчат. И кое-где вот огороды сажают. И, возможно, для кого-то картина покажется такой странной. Потому что не везде в таком количестве сажают поля, огороды. Вот это поля, которые обрабатываются. И там сажаются различные культуры. У нас выращивают подсолнечник, сахарную свеклу, кукурузу. И здесь вдалеке всё зеленее пшеница, скорее всего. И каждый год тут на этих полях разные меняются рта. И вот эту мы гору объезжаем. Поднимаемся выше-выше. И потом будем спускаться к роднику. Здесь всё меловая, песок. И практически никогда не бывает грязи, потому что очень песчаная такая почва именно в этой местности. И быстро-быстро после дождя высыхает. И вот мы поворачиваем. Это считается таким природоохранным местом. И летом там на полянке вдалеке за этим родником размещается летний школьный лагерь, в котором дети живут в палатках. И сейчас вот так всё облагородили. Здесь купель, в которой на крещение купаются. И мы частенько туда окунаем ноги, мочим руки. Вода просто ледяная. И отдельно вот такое место, где набирают воду именно для питья. Внизу это всё вода. Она настолько прозрачная, что кажется, что там просто лежит мел или известь какая-то. На самом деле вода просто кристальна. Вот это всё вода. И она настолько прозрачная, что кажется, что ничего нет. И пока рукой не попробуешь, ты не поймёшь даже, что это действительно вода. Она просто очень прозрачная. Это мы немножечко там фотографируем, набираем воду. И бьём её. Она очень вкусная. И её брали, ещё раз повторю, на анализы. Она просто кристально чистая. Вот так она уходит в купель. И там в купеле, понятно, уже её не пьют, а именно укупаются. А здесь именно питьевая вода из-под горы, видите, бьёт родники. И вода сюда идёт. И здесь никто не опускает ни ноги, ничего. Она постоянно проточная, поэтому она просто экологически чистая. Здесь тоже вот так она заворачивает. Это как речушка, ручеёк. И идёт дальше туда. Тоже обустроили спуск к воде. Там беседка. Люди иногда приезжают, здесь жарят шашлык. Но это уже туда дальше. То есть, чтобы вода, именно питьевая из горы, а это уже спускается. Это я сорвала мать и мачеху, сыну показываю. И опять же, везде у нас вот это всё разнотравье, высокая трава, всё зарастает очень быстро. Такой мостик тоже, который через ручеёк этот идёт. Ну и так вот издалека это всё смотрится. И вот миловая-то гора. С неё, кстати, была оборона. Войну поставили недавно памятник 75-летию Победы. И там шли войска на Белгород, через эту гору. Это мы уже на обратном пути. Этот хутор находится рядом с селом Репьёвка. Вот это дикий, уже можно сказать, сад яблоневый. Наверное, раньше принадлежал какому-то колхозу. А сейчас просто он растут. И люди могут спокойно пойти набрать себе яблок. Это уже ближе к Репьёвке. Уже здесь более народ так обживается. Домики такие хорошие. Даже кто-то что-то строит. И почему-то именно в этом местности очень огромные какие-то дома с множеством комнат. Любят всё люди масштабные. И здесь ещё можно встретить, допустим, корову привязанную, козу, лошадь, что уже достаточно редко встречается во многих деревнях. Это мы заехали здесь в сельскохозяйственное предприятие. И сейчас вот тоже едем везде по полям. Видите, привязаны животные домашние, поля засеяны. И для многих, допустим, жителей мегаполиса или тех, кто смотрит меня там, не знаю, в Америке, может такая ностальгия. Это мост через речку Потудань, которая тоже, кстати, никуда не впадает и тоже экологически чисто считается. Это мы въезжаем уже в центр Репьёвки. Здесь есть огромный-огромный храм. Он прям очень большой. У нас даже в городе такого нет большого. У нас храмы как-то поменьше. И здесь вот в центре у них всё очень компактно. И этот храм такой стоинный. Наверное, он 19 века, потому что он... Ещё там, знаете, такие деревянные старые полы. И недавно его отреставрировали. И он очень масштабно, красиво смотрится издалека. И за храмом у них там их городской сад. Здесь справа дом культуры. Рядом площадь, администрация. То есть всё-всё-всё в одном месте. Очень компактный центр. И в основном здесь частный сектор везде. Кое-где встречаются старые двухэтажные дома. И в основном люди живут в частных домах. Квартир достаточно немного. И кое-где встречаются такие, знаете, магазинчики у дома. Или вот такие, как их называют, китайские кварталы, где в одном месте куча всего. Но, тем не менее, очень большая школа здесь районная. И вот такой ФОК. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Ну, их полно пороси таких. И когда я езжу, я всегда наблюдаю, что каждый хочет возле своего присаденного участка как-то облагородить территорию, посадить цветы, побелить деревья, бордюры. И каждый хочет, чтобы было красиво. А это мы уже едем в другое село. Называется Прилеп. Нам нужно было заехать по делам. И мы едем по абсолютно песчаной дороге, которую никто не засыпал. Это вот такая природная почва. И в любую погоду, в принципе, можно проехать. И вот две машины уже не разъезжаются. Мы пропускаем. Здесь очень красивая природа. В этом месте мне нравится сочетание. Здесь и сосны, березы. И вот такая песчаная земля. И тоже эта деревня такая рядом с трассой. Поэтому она не сильно такая заброшенная. Люди здесь живут. И также много приезжают в качестве дачи там на лето. Козочки пасутся. А это необычное. Вылезла даже из машины возле дома яблоня. Такие фиолетовые яблоки. И в полисаднике уже начали набухать красавцы-пионы. Ну и вот так мы возвращаемся домой по дороге. Это место называется Холодный Яр. Не знаю почему. И здесь очень много земляники. Скоро она поспеет. И вот на таких оврагах. Раньше это все было распахано под огороды. Люди брали. Ну а сейчас все заросло травой. И очень красиво там смотреть на закат. Так что вот такое время мы... Вернее такой день у нас целый был проведен. В путешествиях по разным деревням. Это была уже четвертая деревня за день. Но очень приятно было походить по природе. Подышать воздухом. Посмотреть на красивую природу. Облака. Нюхать разнотравья. А это уже возле дома. У нас развели такие красивые, шикарные пионы. Это бабульки сажают у нас прям под окнами. Раз свои клумбы, грядки. Вот такая красота у нас тоже выросла. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!